Всем привет! По просьбе одного моего друга я решил сделать обзор приложений и игр, имеющихся у меня на телефоне. Забита у меня памяти примерно 10 гигов, потому что на Galaxy своей памяти 16 встроенной, занято порядка 5 гигабайт под систему и свободно пользователю 11 гигабайт. Из них у меня 1 гигабайт остался свободным. Так вот, давайте посмотрим, что у меня здесь установлено. У меня вот здесь первая страница это системные приложения и вторая тоже, вот начиная с третьей начинаются приложения. CWM это Root и SuperSU, это приложения я ими не пользуюсь, в принципе. Не знаю, ну, как бы знаю для чего они нужны, но как бы мне они не нужны для пользования. И они просто так установлены. Следующее приложение HDR Camera. Короче, меняет фотографию. Из обычной делают её более насыщенной и красочной. Следующее приложение JASMIN. Вот оно. Это обычная Аська для Android устройств. Есть также и Quip, и ICQ мессенджер, но мне больше всего нравится JASMIN. А вообще, по сути, я в Аське-то и не сижу. Следующее приложение ВКонтакте. Официальная мини-такая версия, специально для телефона. Вот что-то экран дрожит, не знаю почему. Слайд вправо, открывается всё, что у вас в ВКонтакте на компьютере. И заметки, мои друзья, и всё такое. Также можно отдельно открыть вот так вот сообщение. Главную страницу посмотреть вот здесь. Прослушать музыкальные файлы и список своих друзей, онлайн, рекомендации от кого-то, если существует. И, в принципе, всё. Следующее приложение Друг Вокруг. Если вам интересно, можете зайти в него. Это тот же самый, почти Аська, и Контакт вместе сделаны. Можно знакомиться, общаться. Отличие от Контакта и Аськи, это вот то, что здесь оно как бы объединено. То есть, здесь обычная переписка. Никаких видеозаписей нету, музыкальных файлов ничего нету. Но здесь есть фотографии, анкета подробная, можно почитать. Узнать человека, найти в поиске его. Ставить статус, интересно, ну интересно, общение здесь. KeepSafe, следующее приложение. Всё. Это приложение шифрует ваши фотографии. Насчёт видео я не знаю, но фотографии точно закрывать. Если у вас какие-то есть фотографии личные, можно с помощью этой программы скрыть их. И на телефоне они исчезают. Потом, опять заходя в эту программу, можно разблокировать, и фотографии снова появятся. TrackIt. Вот эта программа. Поможет найти вам абсолютно любую песню, которая играет рядом с вами. Если вы услышали где-то в маршрутке, или на тренировке, или ещё где-то играет трек какой-то. Название вы, соответственно, не знаете. Можете включить эту программу, нажать на центр, и он запишет какой-то отрывок. Совпадение найдёт в интернете. И, возможно, вы увидите на своём телефоне окошко с информацией о исполнителе названия трека. Фоторедактор. Фоторедактор это... В обычной галерее у меня была такая функция. Можно её... Только она отдельно скачивается. Редактировать свои какие-то фотографии. Выбираем фотографию. Цвет можно сделать, насыщенность, всякую экспозицию, градацию осветлить, автонастроить, эффект добавить. Оттенки серого, например, сепия или винтаж сделать вот такой. Ну, всякие разные обрезы, трансформацию. Можно украсить, можно добавить какой-то прикол смешной. Там сигарету, шляпу, ну, вообще всё что угодно. Можно с фотографией поиздеваться и сохранить её. Так. Это у меня папочка Tool. Сюда запихал самые такие основные программы. Здесь у нас Lucky Patcher. Довольно известный он. Патчет приложение. Если вы открываете приложение, игру, у вас пишет проверка лицензии, ошибка. И он поможет вам убрать эту лицензию, обойти её стороной, и приложение запустится. Titanium Backup. Это приложение создано для... ...бэкапа и резервирования. То есть, какое-то приложение вы играете, делаете бэкап, он сохраняет у вас в памяти телефона. Под следующий вы игру удалили, потом заново устанавливаете, и вот эти данные восстанавливаете, и игра остаётся на том месте, где вы остановились. Это вообще, по сути, с любым приложением можно такое проделать. Ту же самую проверку лицензии обойти. Например, кто-то в интернете выкладывает человек, программу или приложение, или игру, обходит лицензию каким-то способом, делает бэкап, и потом, чтобы другие люди не мучились, мы просто через Titanium Backup восстанавливаем данные, и всё, и не паримся, сразу запускаем игру или приложение. Следующее, это Clube Balance. Просто показывает баланс на экране вашего телефона в виде виджета, вот такого. Например, если вам не хочется всё время проверять свой баланс, вы хотите, чтобы он отображался на экране, устанавливаете это приложение. Блин, что я назвал-то? Не то. Баланс вам вот не хочется, вам всё время сто раз нажимать на баланс проверять. Просто выносите приложение как виджет, задаёте ему тайм-аут и время, когда он будет определять, запрашивать баланс, там после каждого звонка, после каждой смс-ки, и всё. И каждый раз он будет показывать информацию о ваших деньгах. Следующее приложение, это Яндекс.Погода. В принципе, про него рассказывать и нечего. Обычная погода, на неделю можно посмотреть, на день. PlayerPro, это проигрыватель. Стандартным я не пользуюсь, он вроде неплохой, но мне неудобен и привычен PlayerPro, поскольку я им пользуюсь уже порядка трёх телефонов, которые у меня были, которые я сменил. Я к нему очень привык. Обычный плеер. DoctorWeb, это антивирусник на Android-смартфон. Обновление у меня не требуется. В принципе, работает. Да, если вы с PlayMarket скачаете какое-то левое приложение, там будет пуш-еведомление или реклама какая-то, то он заблокирует его, скажет удалить или всё-таки оставить на свой страх и риск. Я такие приложения удаляю. Следующее приложение, справочник, моя аптечка. В принципе, я им не пользуюсь. Я его скачал для своей мамы, поскольку она работает в медицине с операционной медсестрой. И какие-то препараты ей иногда надо посмотреть. Я открываю. Могу в поиске вбить какое-то название. Например, Мезим... Ой. Мезим. Вот Мезим Форта, я нашёл. Открываю его и пишет тут всю информацию про Мезим. Основной состав, сколько принимать, сколько штук существует, показания применения, вообще вся информация про этот препарат. Очень интересное приложение. Следующее приложение, Навигатор. Я им ещё не пользовался, не знаю, зачем установил. Может, в будущем применю. Групп Кэст, вообще не знаю, что это такое. Гоу Лаунчер, это сторонний лаунчер, вы, наверное, все. Но его знаете. Система Примовер. Сразу, как только я поставил рут, я установил это приложение. Поскольку на телефоне не всегда имеются системные приложения, которые полезны. И они занимают память, я решил маленько очистить. Удалил лишние приложения. Вот, Regular Apps, это то, что вы установили. System Apps, это системные приложения. Здесь идёт всё, и часы, и калькуляторы, и фото. Вообще, все системные приложения. Если удалить что-то своё родное, а потом его не будет, и восстанавливать придётся очень сложно. Поэтому смотрите, что вы удаляете. Я, например, удалил книги, афишу, новости какие-то, там погоды его встроены, и ещё что-то такое, которое мне не нужно. Следующее приложение, это Google Chrome. Иногда я захожу сюда, в принципе, это такой же браузер, как Opera. Говорят, что он как бы быстрее его. Ну, разницы я не заметил, иногда бывает, захожу туда. Amazing Grindrops, это живые обои, просто приложение такое вот. Капли воды на вашем рабочем столе стекают. Сколько-то я с ним походил, потом удалил. Вроде ничего можно использовать, да, хорошие обои. Следующее приложение, Android Zip, я его открывать не буду. Это обычный архиватор, можно запаковать, разархивировать архив, который будет у вас в телефоне. И, в принципе, всё. Диск, очень хорошее приложение вообще, оно у меня стоит везде. И на нетбуке, и на ноутбуке, и на телефоне. Значит, Яндекс.Диск. Приложение хранит ваши данные, вы там регистрируетесь, отправляете... Нет, смс не отправляете, это бесплатное приложение с Яндекса. Ну, там что-то, какая-то функция есть, чтобы увеличить объём данных. Это что-то вроде дропбокса, который идёт на Андроиде, на Самсунгах, по-моему, это приложение личное, или на всех Андроидах, точно не помню. Но это такой диск, где можно хранить любую информацию. Даётся порядка где-то 8 гигов, максимум можно расширить до 10, но всё-таки неплохо 8 гигов иметь под рукой. Приложение вообще на телефоне занимает буквально килобайты. Просматривать можно любой формат. То, что вы закинули сюда, там, ави, фотографии, музыку. Просто, например, открываете, но чтобы открыть, вы просто так его не посмотрите. Он должен его скачать. То есть, он здесь будет показывать все ваши файлы, но если вы захотите посмотреть, начнёте открывать, он будет его сначала скачивать в память телефона. И только потом вы посмотрите. Вот, идёт процент, идёт сколько он скачал. Если это видео, то качать будет очень долго, поэтому я его скачивать не буду. Если какой-то необходимый есть такой вариант, когда вам надо что-то срочно достать, какой-то документ. Документ, в принципе, немного висит. Вы его можете открыть. Вот реферат, например. Я его сначала скачиваю с Яндекс.Диска, затем он мне его должен открыть. Вот он, реферат. Обычный доковский формат. Ну, там у меня только был титульник и всё. Ну, вот и всё. Вот это приложение очень мне помогает. Я в основном пользуюсь только на компьютере. На компьютере открывается быстро. Он его не скачет, он его сразу открывает. А вот на телефоне ему нужно скачать. В принципе, он у меня помогает, например, когда я делаю что-то такое с документами. Или наклейки я занимаюсь, изготовлением наклейок. У меня здесь есть папка наклейки. Я открываю её. Если у меня нет её на флешке или в телефоне. Конечно, формат не поддерживается. Но он сохраняется. Я подключаюсь к компьютеру USB, если он у меня вдруг оказался с собой. И делаю там свои дела. Распечатываю или ещё что-то делаю. Следующий BS Player. Видео Player. Поддерживает очень много форматов. Удобное оформление. И, в принципе, не подтормаживает. Ну, бывает иногда лаги, но не на всех форматах. Вот на AVI я такого не заметил. Формат AVI. Фильм «Петля времени». Родной плеер у меня поддерживает все форматы. За исключением FLV. Иногда у меня бывают видюшки формата FLV. Он его открыть не может. Поэтому я пользуюсь этой программой BS Player. Он его может открыть. Android Assistant. Следующее приложение. Это... Такой же файловый менеджер, как и Astro. И как и любой встроенный в телефоне менеджер. Здесь мы можем посмотреть также информацию о телефоне. Уровень его зарядки. Градусов, насколько он нагрелся. Свободное место. Он здесь всё покажет в информации. В процессах мы можем убить ненужные приложения, как TaskKiller. И в разделе инструмента здесь есть очень много функций. Сделать бэкап. Посмотреть использование батареи. Информацию какую-то. И соответственно сам проводник. Здесь находятся папки, которые встроены памяти телефона. Тоже можно посмотреть внутренности. Ещё можно сделать... Удалить какие-то несколько файлов своих. Простой этот инсталлятор. Очистить систему от кэша. Просто очистить систему. Контроль громкости. Здесь можно громкость отредактировать. Систему. В принципе, вот такой вот набор инструментов небольшой. GoLocker это тот же разработчик, что и GoLauncher. Это меняет... Приложение это меняет стандартную блокировку. Вот у меня Galaxy S3. Своя блокировка TouchWiz. Когда вы разблокируете экран, нужно провести экраном по пальцу. Мне маленько поднадоело. Я поставил GoLocker. С определённой темой, с определённой картинкой. Вот у меня такая разблокировка. Минималистическая. Обычное движение меня разблокирует. Мне вот таким более сподручно. Следующий. Hacker's Keyboard. Про неё тоже сказать, в принципе, нечего. Это обычная клавиатура. Дополнительно устанавливается. А так я её устанавливал для GTA Vice City.